Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами обсудим Halo Infinite. Речь пойдет о ситуации вокруг игры, которая произошла после презентации, которая была 23 июля. Обсудим ее объективно и, самое главное, без розовых очков. Советую ролик смотреть до конца, чтобы понять всю мысль правильно и выслушать все аргументы. И перед тем, как я начну, попрошу вас написать ваше отношение к Halo. Если вам нравится Halo, то напишите Halo Top. Если не нравится, то напишите Halo не очень. И давайте начнем. А начнем мы с того, что на днях нам наконец-таки показали геймплей этой долгожданной игры. Если что, анонс данной игры был где-то 2 года назад, и теперь все увидели ее такой, какая она в принципе должна выйти в итоге. Ранние слухи говорили о том, что Halo Infinite может стать самым дорогим проектом в индустрии, так как без учета затрат на маркетинг на игру будет потрачено около 500 миллионов долларов. Для сравнения, на GTA V, по-моему, ушло около 250 миллионов долларов. Да и вообще, Halo это одна из мощнейших франшиз Xbox, на которую всегда ставят ставки. И в принципе, после вот таких вот заявлений, особенно после заявления о таком бюджете, у игры не было шанса на промах. Но, к сожалению, по каким-то непонятным причинам на презентации нам показали то, что многие даже не ожидали увидеть. Это хреновый графон. Сразу скажу, что на эту ситуацию я смотрю объективно и без какого-либо фанатизма. И моя позиция сейчас как у простого пользователя, который собирается брать новый Xbox следующего поколения. Честно сказать, несмотря на всю защиту фанатов и на мою любовь к Xbox, как по мне, одна из самых важных игр для новой консоли, так выглядеть не должна. Если вы вдруг согласны с моим мнением, то поддержите видос лайком, посмотрим, сколько действительно людей недовольны данным графоном. Не переживайте, я знаю о всех новостях, которые вышли после показанных геймплеем, их также затронем. Что многим в графике, в том числе и мне, не понравилось. Это прорисовка и текстуры. Чтобы понимать, о чем идет речь, просто взгляните на официальные скриншоты. Дело в том, что они не выглядят по-нексгеновски, даже больше вам скажу, они выглядят хуже, чем ранние части Хейла. И да, если что, скриншоты, как по мне, вряд ли из раннего билда, поскольку выставлять ранний билд в скриншотах, ну это вообще дебилизм полный. После увиденного и после всех этих заявлений, по-моему, каждый задался вопросом, и это разве 12 трофлопс, и это разве нексген, и это 500 миллионов баксов? В принципе, эти вопросы увидела и команда, которая отвечает на разработку, и в сети начали появляться оправдания на всю эту тему. Мол, игра еще не закончена, игра еще не доделана, это ранний билд, все подтянем, трассировку лучше завезем чуть позже, и вообще, пересмотрите ролик в 4к, 60 фпс, там ситуация намного лучше. Честно, это странные попытки оправдаться, поскольку зачем вообще надо было показывать ранний билд на этом шоу? Это шоу не началось для них внезапно, мол, блин, я только вот вчера узнал, что ранний шоу, капец, у нас ничего не готово, слушайте, а давайте покажем ранний билд, ну, все будет в порядке, все нормально, ну, как бы это ранний билд, мы им потом все объясним. Нет, они к нему готовились, и все знали об этой презентации, наверное, за месяца два, и показали они вот это. Это, знаете, даже немножко нелогично, что ли, на таких презентациях всегда пытаются показать что-то лучшее, ну, чтобы у покупателей вообще не было сомнений, чтобы это как-то повлияло на пиар, типа, посмотри, какой графон, это нужно брать, игруха будет топ и так далее. О чем говорить, если многие показывают что-то лучшее, а потом даунгрейдят? Привет, Юбисофт. В этом же случае почему-то майки пошли, по их словам, от обратного. Да, я верю, что у них все допилится, я понимаю, что трассировки лучей не было, но у меня очень большие сомнения, что они за столь короткий срок смогут сделать из этого конфетку. Кстати, насчет трассировки лучей. Digital сказали, что в ролике не было трассировки лучей, и почему-то команда сделала ставку именно на 4К и 60 фпс. Из-за чего от трассировки пришлось отказаться, и, типа, даже новая консоль не может выдать все сразу. Специалисты Digital посчитали, что выгоднее было показать игру в 2К, но с трассировкой лучей. И это, как по мне, очень странное и плачевное заявление. Ну ладно. Хочу заметить, что осталось не 2 года, не 1, даже не полгода, а 4 месяца. 4 месяца. И знаете, это довольно-таки маленький срок, чтобы что-то допилить. Опять же, я ни в коем случае не говорю об игре в общем. Мы сейчас обсуждаем то, что нам показали. И какой-то итог о самой игре, о ее масштабах, сделать пока что не получится. Многие в защиту Halo начали размышлять, что показаны геймплеи. Это показали, как игра будет выглядеть на Xbox One X. Хорошо, допускаем такой вариант, но разве так должна выглядеть следующая часть Halo? Разве Xbox One X не может показать картинку красивее? Я не думаю. А вообще, об этой теме появилась новость о том, что все-таки игру показывали с ПК. И ее настройки были сопоставимы с Xbox Series X. Что, в принципе, сразу же обнуляет предыдущие предположения. Много кто в связи с этой темой кидает вот такие вот картинки. Мол, посмотрите на Last of Us, Человек-паук, типа 2 Терафлопса против 12. Знаете, это верное замечание, поскольку это еще раз подтверждает мои слова, что Терафлопсы на реалистичность картинки не влияют. Ибо вот вам наглядный пример, игра старого поколения, игра нового поколения. Это слабое железо, это сильное железо. Ну, мощное. Да, я понимаю, что это разные игры, это разный стиль прорисовки, так как тут открытый мир, там коридор. Но кто разработчиков заставлял гнаться именно за открытым миром? Кто заставлял разработчикам данную игру выпускать еще на Xbox One? Вроде сейчас разработчики сами решают, на что выпускать, а на что не выпускать. И вообще, зачем это оправдывать, что Halo выглядит нормально? Вы боитесь хейта каких-то сонебоев или что? Ребят, мы как бы за этот проект собираемся платить. И это не нужно оправдывать. Если мы хотим действительно качество, мы должны показывать свое недовольство, чтобы качество реально было. Ну, чтобы разработчики хоть как-то пошевелились и сделали игру лучше. Просто у меня всегда вопрос. Ребята, а разве вы не хотите играть в такие красивые игры, как Last of Us? Лично я хотел бы что-то видеть подобное на Xbox. Но почему майки не стремятся к подобному качеству? И почему они не следят за качеством того, что они выпускают? Для меня пока вопрос. Вспомните тот же Killzone. Опять два терафлопса против двенадцати. Да, я понимаю, что опять игры разные. Тут коридор, тут открытый мир, тут 4К и 60 фпс. Но дело в том, что терафлопса вроде становится больше, а прогресса мы не видим. Если бы разница в мощности была бы маленькая, и тут был открытый мир, а там коридор, то да, базара бы не было. Но Xbox Series X мощнее. В шесть раз. В шесть. Также хотел бы затронуть тему 4К и 60 фпс. Якобы новые консоли будут именно про это, и если пересмотреть геймплей именно в таком формате, то ситуация будет лучше. Плюс опять оправдание про открытый мир, масштабность и тому подобное. Признаться, да, если пересмотреть ролик, ситуация будет лучше, но ненамного. 4К и 60 фпс это здорово, это классно, но давайте взглянем правде в глаза. Взгляните на эту морду. Какое бы разрешение тут не было, эта морда будет отвратительной, если ее не переделают. И тянет эта морда где-то на год 2007. И возвращаясь при этом к мощностям, к новым возможностям технологий, как по мне, это непростительно. Многие скидывают примеры, мол, посмотрите на герс. Бета и релиз. Базару нет, финальной версии смотрится намного лучше, но давайте подумаем нормально. Чаще всего бетку выпускают ради того, чтобы посмотреть на какие-то технические моменты игры. Играфон там нафиг не нужен, поэтому они туда его не выставляют. Если вы действительно хотите посмотреть что-то на раннее, то посмотрите тогда первый геймплей герс. И в принципе офигетьте от того, насколько игра была красиво сделана до релиза. Далеко от релиза. Просто к этому примеру, чтобы он стал честнее, попрошу людей, которые хотят оправдать Halo Infinite за счет бетки других игр, скинуть мне проект, высокобюджетный проект. Трейлер или первый геймплей которого выглядит хуже, чем итоговая версия. Если вы найдете такой проект, что вряд ли, то в принципе я согласен, что у Halo все еще впереди. Знаете, я понимаю, что мир столкнулся с пандемией. У кого-то не хватает времени, бюджета, у кого-то все еще доделывается. Но если ты показываешь действительно ранний билд, то напиши об этом. Поставьте водный знак или что-нибудь подобное. Я сейчас не открыл Америку или не подкинул какую-то идеальную идею. Это в принципе то, что майки должны были сделать до презентации, позаботиться о том, чтобы люди поняли, на что они смотрят. Хотя бы, если это действительно ранний билд. Ибо они показывают демо-версию, а потом они оправдываются, что это ранний билд. Но, как по мне, это по-детски и непрофессионально. Ранний билд они показали. Может быть, они тогда первый этап разработки покажут? Ну что это за бред? У игр, чей геймплей не соответствует действительности, пишется ранний билд, там ранний этап разработки. Но почему-то они этого не написали. И почему, для меня пока вопрос. И честно, я еще задаюсь вопросом. Кто это утвердил и на что он рассчитывал? Это, по сути, записанный ролик заранее. Его можно было как-то переделать, но они почему-то показали его в таком виде. Как бы черный пиар это тоже пиар. Но меня больше всего поразило в этой ситуации то, что многие схавали этот графон. Мол, ну это не Next Gen, но выглядит неплохо. Вау, классно, здорово. Неплохо, оправдал ваших ожиданий, ребят. Это как бы стартовый проект консоли Xbox Series X, у которого, мать вашу, 12 трафлопс, о которых все говорят. Как по мне, да и по мнению многих, так игра выглядеть не должна. И если сейчас масса будет оправдывать то, что мы увидели, и радоваться этому, то дальше мы прогресса не увидим. И мы и дальше будем получать такую халтуру, прикрываясь, что, ну зато 4К и 60 FPS. Хочу напомнить, что мы в 2020 году, когда новые консоли мощнее старых в несколько раз. Я понимаю, что 4К и 60 FPS, проект очень масштабный. Но какой в этом всем смысл, если игра выглядит фигово? Просто знаете, с такой точки зрения мы и дальше будем получать такие игры, и будем прикрываться, что 4К и 60 FPS. Ну зато 4К, зато 60 FPS. Если вы реально топите лишь за четкость и 60 FPS, а не за красоту картинки, то я в шоке. Вот реально в шоке. Просто посмотрите, какие игры нам анонсили в 2013 году. Как бы вы это не защищали, это слабо, и это надо признать, и в этом нет ничего такого. А оправдание к этому, что это ранний билд, посмотрите, трейлер там намного лучше. Ребят, там лучше, но не намного. Я ко всему этому посмотрел ролик Digital, в который объяснили эту тему тем, что там плохо настроено освещение, что там не было трассировки лучей. Некоторые ребята еще пробовали цветокоррекцию, добавляли фильтры. Но, ребят, разве игры без трассировки лучей не могут выглядеть красивее? Ну что за бред? А насчет того, что многие добавляют фильтры и пытаются сделать цветокоррекцию. Ребят, может быть вы тогда за разработчиков игру доделаете? Чего бы нет. Знаете, просто я вспоминаю Rise, который вышел в 2013 году, и он до сих пор выглядит красиво. И там не было трассировки лучей, и вышла игра в 2013 году. Сейчас 2020 год, и мы видим... Брррр. Я понимаю, что все это можно приписать к придиркам, мол, нет, все не так, ты не прав, игра допиливается, все будет хорошо. Но, ребят, мы сейчас показали то, что нам показали на самом масштабном шоу в июле. Единственное объяснение к тому, что нам показали, кроется в кроссгене. Для тех, кто не знал, данная игра выйдет еще на Xbox One, и чтобы игра там смотрелась более-менее нормально, разработчики пошли на такой шаг. И на следующей версии, на Xbox Series X, когда подвезут трассировку лучей, все выглядит будет очень круто. Знаете, я очень надеюсь, что на Xbox Series X игра действительно будет выглядеть намного лучше. Но поскольку это бизнес, и Майкам нужно как-то продавать новую консоль. Кстати, Vigil, на самом деле, когда мы смотрели стрим, он практически сразу заметил, что игра показана была без трассировки лучей. А исходя из примера по Майнкрафту, игра может выглядеть намного лучше. Кстати, если что, у Vigil тоже есть канал, поэтому подписывайтесь, он тоже делает контент. И в связи с тем, что нам показали, создается такое ощущение, что Майки нам намекнули, что кроссген игры, которые выйдут еще и на Xbox One, будут выглядеть вот так же стрёмно. Короче, как по мне, это маленький намек о том, что если вы хотите графон, покупайте Xbox Series X. Единственное, чем меня еще тронула эта ситуация, так это допиливание. Типа, это не конечный продукт, то, что вы видели, это ранний билд и так далее. Знаете, раньше такого не было, и почему сейчас все все переносят или что-то допиливают, мне непонятно. Мы же не платим игру по отдельности, типа сейчас я вам заплачу 40 баксов, но когда вы ее полностью допиливаете, я вам заплачу 30 баксов. Такого нет. И вопрос, почему мы получаем иногда недопиленный проект, для меня остается вопросом. Ответ, скорее всего, кроется в том, что и так сойдет. Ну, ибо все оправдуют и многие даже хвалят этот графон. Я вообще дурее на самом деле. Ребят, как по мне, здесь нет оправданий. И к моему большому сожалению, Хэлли Инфинит со своим бюджетом в 500 миллионов долларов опозорилась. Реально опозорилась. А про поддержку игру в течение 10 лет скажу так. Ребят, Миксер даже 5 лет не прожил. Даже 5 лет. И если Майки решат дальше не развивать проект, они не будут его развивать. И если Хэлли не обзаведется той самой популярностью, они могут просто забить на проект. Как какой-то итог, хочу сказать так. Пока то, что мы увидели, это халтура и проект на Next Gen не тянет от слова вообще. Надеемся, что графика действительно станет намного лучше и проект не принесут, поскольку работы у них пока достаточно. Такое мнение о Хэлли. Такой вот видосик. Если он вам понравился и вы поддержите мои точки зрения, то прожмите лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте писать ваше мнение о данной ситуации. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.